Сейчас, конечно, красиво пели, но, извините, дураки поверят. Те, у кого есть мозги, не поверят никогда, чтобы вам хватило на пайку хлеба и на то, чтобы вы не сдохли. У меня, честно говоря, сердце рвется. Глотку деру на всех встречах. Но почему же вы все молчите? Почему? Что там, уснули, что ли? Считайте, что мы продались нашим врагам за печенье и за бочку варенья. Многие из присутствующих на округлом столе в тот день не могли поверить своим ушам. Это стало настоящим шоком для всех присутствующих. Именно поэтому данное выступление экс-прокурора Марины Масленниковой наглым образом было прервано. Юрист, экс-прокурор и глава общественной организации защита прав человека и гражданина Масленникова подняла тему, о которой многие россияне даже не задумывались. Она резко осудила внедрение цифрового рубля, назвав его инструментом тотального контроля над гражданами, нарушающим их основные права и свободы. По ее словам, цифровой рубль даст властям полный доступ к финансовой информации каждого гражданина, а также возможность блокировать счета или конфисковывать деньги любого, без каких-либо объяснений. Масленникова предупредила, что с полноценным введением цифрового рубля россияне окажутся под тотальным контролем государства. Это приведет к полной утрате личной свободы, добавила она, призывая защищать граждан свои права любой ценой. Масленникова Марина Александровна, правозащитник, общественный деятель, юрист, бывший заместитель начальника государственно-правового отдела Московской городской думы. Вот сейчас, конечно, красиво пели, но, извините, дураки поверят, те, у кого есть мозги, не поверят никогда. Она говорила о том, что это сделано ради людей, а люди это просят? Нет. А вы знаете, что такое система CBDC, в которую устраивается цифровой рубль? Так вот я рассказываю, что такое система CBDC. CBDC, это вам выдают карточку, по этой карточке вам отсыпят денег, чтобы вам хватило на пайку хлеба, на плошку тарелки и на то, чтобы вы не сдохли. Вам просто будут давать вот эти копейки, каждый ваш шаг и каждую вашу трату будут отслеживать. Мало того, электронная карта, на которую будут поступать деньги, электронный кошелек так называемый, он будет в ночное время заблокирован. И в законе написано ужасно, что механизм введения в действие будет осуществлять только Центробанк. Как вам? Какая тут судебная система? Какая тут система правоохранительных органов? Мы просто все отметаемся. Дальше я, как юрист, могу сказать следующее. Положим, происходит ситуация с золотой записью. Что такое золотая запись? Это мой дублер, аватар, который располагает всеми двадцатизначными параметрами, которые мне дают в идентификаторе. То есть идентификатор мой, как дублер, попадает на платформу банка. Мне открывается, естественно, линия, уже денежная линия. Мне дается кошелек. Мне присваивается номер двадцатизначный, который, естественно, сохраняется. И монополия имеет только Центробанк на мой личный номер, идентификатор. Дальше на платформе привязывается к ID-паспорту. И вот регулятором является вот этой системой только Центробанк и никто больше. И вот представьте себе, я, как физическое лицо, получив такой идентификатор, получив электронную подпись, моя электронная подпись, она не закрыта. И ее, естественно, Центробанк тоже получает вместе со всеми моими данными. И вот составляют, например, создается дубль номер Марина Александровна 2, мой аватар, мой дублер, который от моего имени совершает любые имущественные сделки. Если я пойду в суд, я не смогу выиграть. Почему? Потому что не созданы, первое, составы, события. У нас уголовный кодекс, есть мошенничество. А что-нибудь есть по мошенничеству с цифровым рублем? Ничего. Ну где же вы, юристы? Ну почему же вы все молчите? Почему? У меня, честно говоря, сердце рвется. И я думаю, почему сейчас мы сейчас оказались? Да, я глотку деру на всех встречах и говорю, ну проснитесь, ну пожалуйста. И когда я звоню своим коллегам, я говорю, что там, уснули что ли? Они нам говорят, а нам вот здесь посыпано читать и комментировать, а вот здесь запрещено. Вот и все. Мы хотим доработать до пенсии. Вот так сейчас себя ведут юристы. Значит, если мы сейчас допустим, что цифровой рубль будет введен в нашей стране, считайте, что мы продались нашим врагам за печенье и за бочку в варенье. Вот я все время задаю один вопрос. Где вы, мои братцы? Где вы, мои коллеги, юристы? Ау! Во что уже больше нет в стране? Это вопиющее нарушение Конституции Российской Федерации. Открываем Конституцию и читаем все статьи, которые у нас перечислены, и понимаем, что все то, что сейчас нам придумывает Центробанк, оно противоречит, самое главное, всем основным конституционным статьям. Знаете, что они нам придумывают? Они нам придумывают по 156-й статье одностороннюю сделку. В силу закона я не смогу сопротивляться, потому что когда мы читаем закон о Центробанке, то мы читаем и в Конституции, и в законе о Центробанке. Центробанк не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Центробанка. Понимаете, что это государство в государстве? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Готов Сейчас Log на Czy cling